приветствую всех на своем канале с вами Юлия и сегодня я хочу вам представить первый отчет в рамках СП вышитая сумочка моя от Оксаночки Ксюши мое хобби вот так выглядит титульная страничка сумки напомню что у меня есть уже видео и о сумке обзоре и о вступлении в СП вот сейчас я вам покажу то что у меня есть на сегодняшний день сегодня у меня уже отшито вот немного то что я показывала во время вступления это были маленькие элементы вот сейчас средний большой уже на одной стороне закончен полностью и все повторяющиеся маленькие какие я уже отшивала и заполнила полностью по всей сумке все одинаковые элементы с двух сторон вышиваю так по той простой причине что если даже бисера не хватит можно будет заменить на каких-то элементах всех одинаковых и заметно это не будет то есть подобрать по цвету даже если будет чем-то отличаться то это не будет так уж заметно и явно потому что бисер у меня отбраковывается он не чешский неровный из такой ну что просто невозможно его никаким образом лепить ну никак бусины они кривоватые но там где одиночки это не столь существенно что касается самой вот самого бисера на обложке вообще написано сразу что то что показано на фотографии может в корне отличаться от того что вложено в набор то есть цвет и подбор бисера производитель оставляет за собой и имеет вправе менять эти цветовые гаммы если посмотреть на обложку то там вообще очень интересный подбор там каждый элемент разного цвета то есть бисер там где желтый должен повторяться на всех он не желтым может быть оранжевым и зеленым у меня абсолютно не совпадает цвета с обложки кроме вот этих вытянутых бусинок длинненьких беленьких и некоторых крупных все остальные оттенки там да желтый красный похожи что касается там зеленых розовых сиреневых то они отличаются от того что заявлено на обложке что касается теперь самой работы работа идет туго потому что на первых очень масштабно и много повторяющихся элементов я еще раз повторюсь и думала что будет меньше мороки но тем не менее достаточно долго у меня процесс будет длиться я уже к этому привыкла к этой мысли свыклась ничего страшного ну вот мне нравится как получается это самая главная проблема ну вот я горела я подвернула подкладку она мне не мешает она не застрочена ни одна зрительница написала что он тоже вышивает такую сумку и она распорола донышко чтобы он не мешал это классная идея я уже начала вышивать так поэтому в принципе меня это не сильно напрягает материал мягкий он очень легко сгибается поэтому достаточно легко свернуть и шить в том месте где нужно то есть с этим нет проблем проблем в том что вот здесь видите крупные волокна переплетения если видно такие и получается что между этими нитями если попадает иголочка то сильно затягивается и деформируется сама основой бисер ложится уже не по рисунку а криво то есть вот эта сложность потому что когда попадаешь четко на линию идешь все хорошо но из-за того что нитки основы затягиваются получается что начинает бисер кривиться по кругу даже не помогает выравнивание вторым слоем вдоль бусинок как это часто делается эти приемы я даже видела тоже у кого-то видео как выровнять эти круги какие-то окружности сферы и так далее и это не помогает вторым слоем вышивая в две ниточки так во первых удобно закреплять в начале во вторых достаточно надежней выглядит все это пыталась начали шить черный думаю черная сумка черная ну нормально нитка пойдет нет бисер прозрачные получается что цвета вот красные еще там некоторые темно-зеленый с черной ниткой достаточно мрачно смотрятся то есть она бисер делает не таким ярким а достаточно темным мутным рисунок становится в общем неудачная идея от нее отказалась чью обычной ниткой титан сто два сложения а сейчас начала пробовать родную нитку вложенную в набор вложена нитка не полиэстер стопроцентный а хэбэшка но она достаточно удобная и нормальная она такая цвета айвори наверное такая немного бежеватая и тоже достаточно хорошо используется она не путается ну так как шью на руках у меня почему-то хэбэ путается только если я бисером шью на раме вот видите на донышке тоже элементы готовы уже интересно смотрится то есть вся 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 будет зашито то что касается минуса основы и минуса того что бисер все-таки приходится отбрасывать схема все синие значки сливаются если они еще рядом их отличить можно но если эти синие значки идут в разных там уголках на разных элементах то в принципе догадаться какой из них какой невозможно особенно 22 настолько сливаются что в принципе на глаз сиреневые тоже но их чуть-чуть так легче отличить в отличие от вот этих синих поэтому я тоже не переживаю но как есть так и есть как-то хватит вот бусины вот если вы присмотритесь видите насколько они разные длинные круглые приплюснуты со скошенным краешком то есть достаточно ну не совсем желаемые но благо что их там немного и они одиночные нормально они используются бракованных пока я не отбрасывала я знаю что да я не использую то что всем длинные или какие-то такие не совсем округлой формы которые явно выбиваются бисер вот этот брак в уголочке это то что совсем никуда не годится уже припала пылью у меня вот эта подставочка для моего бисера пасхальная так скажем потому что практически ну забросила сейчас хочу от нее отдохнуть пошила пару недель и все надо заканчивать с дименшинсом своим парусником там остался кординг то есть надо постирать погладить и показать бэк я уже сделал самый ужасный бисер это тот синий который крупнее чем десятка но это просто вот он вот в этих элементе как таких маленьких самых ну там надо уложить 6 7 8 штук да еще укладываю бисер на глаз не по схеме там надо 20 штук сколько помещается из-за того что бисер кривой то абсолютно неважно сколько там должно помещаться на схеме помещается столько сколько получается то есть тут в основном такой свободный полет фантазии укладываешь ровно бисер на глаз без схемы то есть достаточно сложно в этом плане а вот несколько фотографий крупным планом что как у меня получается результат нравится очень хорошо она смотрится выглядит немножко отдохнуть не обязательно продолжу отшивку большое спасибо всем за просмотр благодарю за внимание и до новых бесед